Чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться, так утверждала Коко Шанель. Начать можно со своей внешности, тем более сейчас, когда на дворе золотая пленительная осень и первые холода. Преобразиться и не замерзнуть нам помогут платки и шарфы. Именно о них и пойдет речь в нашем сюжете. Субтитры сделал DimaTorzok Платков и шарфов существует множество. Один из самых распространенных и популярных видов – это каре. В переводе с французского это означает квадрат. Такой платок был в гардеробе каждой модницы в Голливуде. Именно оттуда и пошла его популярность. Модный урок нам преподала Грейс Келли. Она носила его в стиле бабушка. Сейчас я продемонстрирую вам этот способ. Основой образа станет традиционная косынка. Для этого складываем платок вдвое по диагонали и получаем треугольник. И далее надеваем его на голову. Немного приспускаем, чтобы было пространство для волос. И завязываем его на узел. И вуаля! Такой способ использования платка может стать альтернативой шапке или берету. При этом он бережно сохранит прическу и согреет от холода. Причем это верно не только для шерстяных, но и шелковых косынок. Последние имеют удивительную способность адаптироваться не только к высоким, но и к низким температурам и отлично сохраняют тепло. Следующий способ поношения платка тоже пришел к нам из Голливуда. Берем платок квадратной формы, также складываем его треугольником. Надеваем на голову и завязываем его на узел за шеей. Кстати, чтобы ваш платок в стиле Голливуд смотрелся еще красивее, есть небольшой секрет. Для этого вам нужно придать небольшой объем на макушке головы. Для этого мы берем прядь волос и делаем начес. Можно также использовать зажим и собрать волосы. Далее надеваем платок тем же способом. И смотрите, как с обложки голливудских постеров. Такой способ завязывания платка получил популярность среди актрис и модниц Голливуда в 50-е годы. Таким образом они сохраняли прическу во время поездок на кабриолетах. Сегодня такая манера ношения платка сразу добавляет образу и кинематографичность, и винтажный флер. Добавить ретро-нотки к нашему образу нам помогут солнечные очки и красная помада. Кстати, платок можно носить не только на голове. Из него можно создать прекрасный аксессуар и для шеи. Или даже использовать как ленту для волос. Завяжите им хвост и сделайте бант. Получается очень романтично. Что касается цветовой гаммы, то для осени идеально подойдут насыщенные и яркие цвета. А также так называемые грязные оттенки с добавлением серого. При этом они должны сочетаться как с вашим индивидуальным цветотипом, так и с одеждой. Верхнюю одежду прекрасно дополнит шарф. Я предпочитаю его завязывать миланским узлом. Для этого складываем шарф пополам и вот в это отверстие продеваем кончики шарфа. Одно из очевидных преимуществ такого узла в том, что он полностью закрывает горло. Такой способ завязывания шарфа особенно подойдет мужчинам. Но и на женщинах будет смотреться утонченно. На этом варианты не заканчиваются. К разному виду верхней одежды подойдут разные шарфы. А также их можно просто использовать как самостоятельный аксессуар. Например, им можно добавить яркий акцент к пальто. Вот таким образом надеваем его поверх пальто и яркий акцент готов. Но в таком случае не стоит ходить с открытым горлом. Добавить яркости можно еще одним способом. Надеваем шарф как шаль и при этом один конец аксессуара обматываем вокруг шеи. Помимо эстетического получаем еще и эффект двойного утепления. Вообще шарф представляет широкое поле для экспериментов. Совсем не обязательно завязывать шарф симметрично. В этом сезоне модно асимметрия. Кристиан Диор сравнивал шарф в женском гардеробе с галстуком мужском. Кутерье считало, что способ его завязывания выражает нашу индивидуальность. Впрочем, то же самое можно сказать и о платках. Поэтому смело добавляйте эти элементы в ваш гардероб и наслаждайтесь осенью. Арина Якупова, Петр Гаретов, телеканал ТВ Реутов.